Хасан и Хусан В давние времена жил на свете один падишах. При его дворе служил мудрый визирь. Падишах очень уважал своего визиря, и часто они разговаривали по душам. Но объединяли их не только государственные дела, но и то, что ни у того, ни у другого, несмотря на их почтенный возраст, не было детей. Однажды судьба улыбнулась им, и в их семьи пришло долгожданное чудо. Жена падишаха и жена визиря забеременели. Тогда же они договорились, что если родятся мальчики, то назовут их Хасаном и Хусаном и будут растить, как родных братьев. Они даже записали эти намерения на бумагу и закрепили своими печатями. Прошло время, и на свет появились долгожданные дети. Это были мальчики, настоящие богатыри. Как и договаривались, их назвали Хасаном и Хусаном. Дети стали расти вместе. Мальчиков обучали грамоте, военному делу, управлению государством и полезным ремеслам, какие только были в те времена. Когда ребятам исполнилось по семнадцать лет, они решили отправиться в путешествие. Хасан и Хусан преодолели высокие горы и прошли жаркую пустыню. Спустя несколько недель добрались они до славного города Бухара. Войдя в город, они постучались в дверь одной лачуги, в которой жили старик со старухой. Хасан и Хусан поздоровались и вежливо обратились к хозяевам. Здравствуйте, уважаемые! Мир вашему дому! Мы странники. Путешествуем по городам и селам. А сейчас ищем место для ночлега. Не пустите ли вы нас переночевать? Мы всегда рады гостям. Милости просим, юноши. Заходите в дом. Братьям понравился город и гостеприимство его жителей. Они решили задержаться здесь на некоторое время. Однажды, выйдя на улицу, Хасан услышал крики людей. Ой-ой-ой! Вон они идут! Спасайтесь! Бегите! Они то будут стрелять! Прячься! Услышав эти крики, Хасан также решил найти себе убежище. А когда все стихло вокруг, он вернулся в дом и начал расспрашивать хозяйку о случившемся. Расскажите мне, пожалуйста, что произошло на улице? Почему люди кричали и разбегались в разные стороны? Да, сынок. Часто бывает у нас такое. У бухарского хана Усманхана есть единственная дочь. Ее зовут Мохинбону. И она настоящая красавица. Каждую неделю она на разукрашенном драгоценностями верблюде, сопровождаемая знатными девушками под охраной воинов, проезжает по улицам города в баню. И хотя лицо ее закрыто покрывалом, каждого, кто осмелится взглянуть на нее, тут же хватают. И его ждет суровое наказание. Поэтому люди и бегут. По рассказам старушки, даже не видя девушки, Хасан влюбился в Мохинбону. Он позабыл про еду и сон, сильно похудел, и мысли его были только о загадочной красавице-принцессе. Видя страдания своего брата, Хасан забеспокоился. Он решил найти способ встретиться и поговорить с дочерью Падишаха. У жителей Хасан узнал, что у принцессы есть учительница по имени Зульхижа. И сразу же придумал план, как встретиться с Мохинбону. Парень взял три мешочка и наполнил их драгоценными камнями. Однажды ночью Хасан пробрался тайно к дому учительницы и, положив на окошко один такой мешочек, незаметно удалился. Утром учительница очень удивилась, обнаружив у себя драгоценности. Ею овладело страстное желание узнать, откуда же они взялись и кто это мог положить сюда мешочек. На следующий день она оставила окно открытым и стала ждать. После полуночи женщина заметила чью-то руку с мешочком и тут же схватила незнакомца. Ага! Попался? Ты кто такой? И что тебе здесь нужно? Доброй ночи, уважаемая! Нет у меня дурных мыслей. Я признаюсь и расскажу вам правду. У меня есть брат и зовут его Хасан. Мы принцы, которые пустились в путешествие по разным странам. Придя в ваш город, мой брат услышал о красавице-принцессе Мохибону и влюбился в нее. Я хочу только одного, чтобы они встретились и поговорили. Если так, то я постараюсь помочь вам. Пусть принц наденет свой лучший наряд и завтра в полдень потихоньку откроет дверь в комнату, где мы занимаемся. И ты обязательно будь вместе с ним. Если девушка ласково спросит, кто они, что они здесь делают, то можете смело заходить и присаживаться рядом с нами. А я ей все быстро объясню. Но если она сурово скажет, кто эти люди и почему они пришли сюда не вовремя, то скорее ступайте обратно, а не то и мне, и вам не сдобровать. Обрадовавшись, что теперь сможет помочь своему брату, Хусан вернулся домой и рассказал все как есть. На следующий день, когда юноши пришли к дому учительницы и заглянули внутрь комнаты, принцесса посмотрела на наставницу и доброжелательно спросила. Учительница Зульхиджа, кто эти люди и что они здесь делают? Оба брата, застывшие у двери, вмиг оживились, поклонились и вошли в комнату. Учительница рассказала принцессе, зачем они пожаловали к ней. Взгляд девушки стал грустным, и она ответила, «Увы, отец выдает меня замуж за сына арабского халифа и завтра отправляет к нему на Аравийский полуостров. Если Хусан хочет сосватать меня за Хасана, то пусть выполнит одно условие, завтра, когда повезут меня из Бухары, караван пойдет мимо кладбища и я отпрошусь посетить гробницу матери. Вы заранее спрячьтесь там. Как только я зайду в гробницу, я отошлю прислужниц и Хусан поменяется со мной одеждой, а затем займет мое место в караване. Если у него получится, тогда мы сможем пожениться с Хасаном». На следующий день оба брата пришли на условленное место и стали ждать. Как только караван подошел к кладбищу, Мохинбану попросила разрешения, чтобы напоследок навестить могилу своей матери и проститься с нею. Караван Баши не мог отказать принцессе, и она вошла в гробницу. Хусан быстро надел ее платье, накинул на голову чадру и, плача и рыдая, сел на верблюда. Караван двинулся дальше. С большим почетом встретили его в Аравии. Когда начались приготовления к свадьбе, так называемая невестка сказала, Мой господин, разрешите мне перед свадьбой провести сорок дней и ночей в молитве за упокой души моей недавно умершей матушки. Это время я хочу посвятить своим думам, воспоминаниям и провести его в одиночестве. Хорошо, это похвальное решение. Будет так, как ты пожелаешь. Приказываю всем слугам дворца, отныне слушаться нашу принцессу и делать так, как она велит. А чтобы невеста не скучала, Халиф послал к ней свою сестру Зулайхо. Спустя несколько дней Хусан открылся своей собеседнице и попросил у нее помощи. Юноша и девушка поняли, что полюбили друг друга и Зулайхо решила не только помочь Хусану, но и уехать вместе с ним. Отец, ваша невестка очень переживает смерть своей матери. Она также скучает и тоскует по дому родным и близким. Ей тяжело сидеть в четырех стенах. Разрешите, разрешите нам немного погулять, развеяться от всех забот и хлопот. Халиф приказал дать им прислужниц, стражу из смелых воинов и лучших лошадей. Хусан и Зулайхо отправились в дорогу. В пути они остановились на отдых в красивой местности. Здесь, среди цветущих тюльпанов, разбили они шатер, поужинали и легли спать. В полночь, когда все уснули, двое влюбленных переоделись в мужские наряды и отправились напрямую в город Бухару. До назначенного места они благополучно добрались через несколько дней. Здесь же юноша и девушка решили постучаться в уже знакомые ворота, к старику и старухе. Когда они вошли в дом, то увидели, что Хасан и Махинбану живут здесь же. Девушки познакомились и рассказали друг другу о своих приключениях. А тем временем арабский халиф, обеспокоенный долгим отсутствием дочери и невестки, выслал людей на поиски. Люди принесли страшную весть о побеге невесты и Зулайхо. Разгневанный халиф готов был в ярости разрушить весь мир и пошел войной на Бухару. В скором времени он достиг главных городских ворот и отправил хану послание, которое гласило. Ваш город окружен войсками арабского халифата. Преклоните колено или вам не сдобровать. Если до завтра не сдадитесь, то весь народ Бухары будет порабощен, а сам город захвачен. Хан Бухары, не зная причины гнева халифа, удивился. То же это получается. Я оплачу этому ненасытному халифу регулярную дань, отдал свою единственную дочь замуж за его сына, а теперь он хочет забрать мой трон? Действительно, жадность не имеет границ, но лучше сразиться на поле боя, чем трусливо бежать. Бухарский хан приказал собрать войско и приготовился к бою с арабским халифом. Завязалась битва, такая, какой не видели еще эти края. Через несколько дней силы бухарцев уже были на исходе, и воины арабского халифа стали теснить их к стенам дворца. Услышав столь печальную весть, принцесса Махинбану обратилась к Хасану и Хусану. Ваша смелость заставила меня пойти за вами, но ваша нерешительность позволяет врагам разрушать этот прекрасный город. Слова Махинбану задеялись самолюбие Хасана и Хусана. Они облачились в доспехе, взяли мечи, копья и, оседлав горячих жеребцов, вышли на поле боя. Братья были отлично обучены военному мастерству и умело владели мечом. Они отважно бросились в атаку и быстро смогли одолеть большую часть вражеского войска. Водушевленные отвагой батыров бухарцы перешли в наступление. Ничего не оставалось арабскому халифу, как приказать сложить оружие и подчиниться. Это очень обрадовало бухарского хана. Он был поражен храбростью и отвагой двух юношей, которые помогли ему спасти народ от захватчиков. Немедленно приведите мне во дворец двух героев, что спасли мое ханство. Я желаю лично познакомиться со смельчаками и отблагодарить их за такой геройский поступок. Но Хусана и Хасана уже и след простыл. Их нигде не могли найти. Они будто испарились в воздухе. Стражники обыскали все улочки и перерыли весь город, но так и не нашли двух храбрецов. Дорогие ребята, на этом интересном моменте мы закончим первую часть сказки «Хасан и Хусан». Что же ждет героев впереди, в какие еще приключения попадут два брата и смогут ли слуги хана найти их, мы узнаем во второй части этой удивительной истории. А сейчас самое время для отдыха и сна. Спокойной ночи, мои юные слушатели! Хасан и Хусан часть вторая Здравствуйте, милые ребята! Наверняка вы уже ждете продолжения истории о Хасане и Хусане. Как же я вас понимаю! Я сам горю от нетерпения и хочу поделиться с вами рассказами о дальнейших подвигах двух смельчаков. Как вы помните, Бухарский хан решил пригласить двух героев, победивших арабского халифа, к себе во дворец. Но слуги повелителя так и не смогли найти их. Однако Бухарский хан не отчаялся и продолжил свои поиски. Я думаю, эти батыры не из наших краев. Наверное, они чужие странцы. Немедленно отправляйтесь в соседние царства на поиски наших спасителей. А остальным стражникам повелеваю продолжить искать юношей по всей Бухаре. Так прошло несколько дней. Когда в городе уже не осталось ни одного непроверенного дома, один старый аксакал предложил заглянуть в лачугу, которая находилась у городских ворот. Трое стражников тут же направились к дому стариков. видят, в хижине сидят дочь хана Махинбану, дочь арабского халифа Зулайхо и два тех самых батыра. Немедленно всех их привели во дворец. Бухарский хан был очень рад. «О, храбрые богатыри! Я благодарен вам за вашу смелость, ловкость и отвагу и рад нашему знакомству. Вы спасли мое ханство от разорения. Теперь кто-нибудь из вас должен стать моим преемником». «Спасибо вам огромное за удостоенную честь. Мы рады помочь народу Бухары, но при всем моем уважении и почтении, повелитель, я не могу дать на это свое согласие. И я тоже одосточтимый повелитель, пока не достоин править ханством». Несмотря на возражения братьев, хан надел корону на Хасана, Хусана назначил главным визирем, а старика казначеем. Затем он пригласил арабского халифа на переговоры и рассказал ему все, что случилось. После этого хан попросил руки дочери халифа для Хусана. Они сыграли им пышную свадьбу, которая длилась 40 дней и ночей. А свою дочь Мохенбону хан отдал замуж за Хасана, также устроив для них грандиозный пир. После всех праздников арабский халиф благословил свою дочь и смелого Хусана и отправился назад в свое государство. С тех пор воцарился мир между Бухарой и арабским халифатом, А молодожены стали жить дружно и счастливо. И на этом счастливом моменте может и закончилась бы сказка, но история о Хасане и Хусане еще не завершилась. Все это время братья вспоминали своих родителей и очень скучали по ним. Прошло уже столько лет, как мы покинули свои родные края. За это время мы ни разу не навестили наших отца и матушку, только писали им письма. Какие же мы после этого сыновья? Наверное, они переживают за нас и ждут не дождутся нашего возвращения. Я с тобой полностью согласен, брат. Позволь мне отправиться к родителям и проведать их. Услышав разговор братьев, Зулайхо тоже решила отправиться вместе с Хусаном. Я не отпущу вас одного. Прошу вас, разрешите мне поехать с вами и навестить родителей. Я очень хочу выразить им свое почтение и познакомиться. Моя дорогая Зулайхо, дорога до нашего края долгая и тернистая. Это будет очень утомительный путь. Я не могу подвергать вас таким мукам. Что вы, любимый супруг, я все выдержу. Отговорить меня все равно не получится. Тем более, что поклялись мы всегда быть вместе, преодолевая любые тяготы и невзгоды. Согласившись с супругой, Хусан отправился в путь. Целый день ехали они и отъехали довольно далеко. Вечером остановились на ночлег, поужинали и легли спать. Вдруг просыпается Хусан и видит. Сидит около Зулайхо сорока и клювом снимает у нее с пальца драгоценное кольцо, которое он подарил ей. Увидев его, сорока испугалась, но успела схватить кольцо и утащить его. Отправился Хусан вслед за птицей и увидел, как та скрылась в замке, стоявшем посреди степи. Батыр обошел вокруг него, но не нашел ни дверей, ни окон, только обнаружил, что из-под стены течет вода. Батыр по водотоку пробрался внутрь замка, видит, сидит в помещении седобородый старец, одетый в грязные лохмотья. Доброго вам здравия, отец, и тебе того же желаю. Эй, человек, откуда ты здесь появился? Я приехал из Бухары, и сейчас держу путь в родные края. Сынок, Бухара в шести месяцах пути отсюда, а это крепость Дива. Что тебя привело сюда? Хусан рассказал собеседнику обо всех своих приключениях. Услышав историю, старик покачал головой и сказал, «Эх, богатырь, не за сорокой ты гнался, а за Дивом. Этот Див тебя заманил сюда, да так, что ты этого и не заметил. Каждый раз завлекает он людей в крепости, с которой никому еще не удавалось вернуться назад. Меня звать Умаром. Я сын иранского шаха. Когда-то давно и я также попал в сети этого коварного Дива. Вот теперь и ты здесь. Но меня это очень радует. Хоть с кем-то можно поговорить по-человечески». Поняв, что убежать отсюда никак не получится, Хусан остался в крепости со старцем. Все это время Зулайхо спала крепким непробудным сном. Она и не догадывалась о том, что приключилась с ее супругом. Но вот девушка проснулась и не увидела рядом Хусана. Она очень удивилась. Тут она нашла оружие, доспехи мужа и еще больше удивилась. Некогда было долго думать. Надела она одежду супруга, взяла его меч, пищи на несколько дней, села на коня и поехала искать Хусана. Зулайхо долго ехала, испытала много трудностей в пути и достигла наконец прекрасной древней страны Индии. Направилась она сразу во дворец к индийскому шаху. Приветствую вас, о, повелитель! Мое имя Захир Батыр Зулули. Я воевода из арабского халифата. Меня вынудили покинуть мою страну из-за разногласий с правителем. Долго я путешествовал и вот теперь пришел к вам. Добро пожаловать в мое царство. Я вижу, что ты честный, смелый и порядочный юноша. Такие люди нужны моей стране. Я старею, силы постепенно покидают меня, а наследника у меня нет. Только есть единственная радость это дочь радха. Женись на ней и садись на мой престол. Зулайхо была вынуждена согласиться. Шах устроил свадьбу, на которой народ гулял семь дней и ночей, а потом он передал престол новому падишаху. После свадьбы Зулайхо рассказала свой секрет радхе, поведала о своем избраннике и обо всех приключениях. Она пообещала, что как только найдет Хусана, то сосватает умницу Радху за своего брата Абдул-Малика. Две девушки на этом договорились и решили сохранить все в тайне. Однажды, когда Хусан в саду замка Дива поливал цветы, заметил он двух сорок, которые закопали какой-то узелок в землю и улетели. Хусан решил раскопать тайник птиц и увидел там кольцо, которое он подарил Зулайхо. Обо всем этом он поведал старику. Если все это правда, то Дива больше нет. Ты свободен. Здесь неподалеку протекает река. Один раз в три месяца мимо замка проплывает корабль. Ты можешь на нем добраться до дома. Хусан взял мешочек драгоценных камней из казны Дива, туда же положил кольцо и отправился в путь. Добравшись до корабля, он оставил все свои вещи и решил вернуться в крепость, чтобы еще раз попрощаться со стариком. Я рад, что судьба свела меня с таким человеком, как вы и благодарен каждому дню, проведенному в этой крепости вместе с вами. Вы многому меня научили. Спасибо за все. Сынок, ты добрый, хороший человек. Пусть удача всегда сопутствует тебе. Сказав это, старик очень опечалился. Сердце его сжалось от мысли, что он опять остается один, и старец отдал Богу душу. Нехорошо оставлять его здесь. Надо похоронить по-человечески. Сделав все, как полагается, Хасан вернулся на берег. Однако причал был пуст. На судне не могли его больше ждать, и корабль уже давным-давно отплыл. Юноша так и остался на берегу, не зная, что делать. Азулайхо, став шахом, знакомилась со всеми делами государства. Однажды, чтобы проверить, как поступает дань с чужестранных кораблей, пришла она на пристань и приказала проверить на только что приплывшем по реке корабле все товары. И вдруг там обнаружили мешочек. А это что такое? Кто хозяин этого мешочка? Кому он принадлежит? Почтенный Падишах, эту вещицу оставил один человек. Он сказал, что вернется через час, но так и не появился. Корабль вынужден был отправиться без него. Зулайхо открыла мешочек и обнаружила там свое кольцо. Она тут же позвала капитана. Немедленно разгрузите судно и отправляйтесь назад. И в течение трех дней привезите ко мне хозяина этого мешочка. Капитан корабля вынужден был подчиниться приказу, ведь от этого зависело его будущее. Когда судно возвратилось назад, то нашел он там хусана, сидевшего на камне в раздумьях. Как и было поручено капитану, он привез юношу к Зулайхо. Обрадовалась девушка и сообщила эту радостную весть Радхи. Потом приказала встретить заморского гостя с почестями, накормить его и дать время для отдыха. Затем Зулайхо и Радха решили обо всем рассказать правителю Индии. Сначала никто не поверил рассказам красавиц, но поразмыслив, индийский шах все же принял историю и сказал «Какие же вы умницы, дочки мои! Я и не знал, что вы такие находчивые и сообразительные! Столько лет живу на свете, а такое вижу впервые!» Когда отдохнувшего Хусана привели к Зулайхо, то она вновь переоделась в мужской наряд и представилась ему как Захир Батыр Зулули. Она решила проверить своего супруга. «Приветствую вас, добрый юноша! Откуда и из каких краев вы прибыли к нам? Куда путь держите?» «Спасибо за ваш прием! Я направлялся к своим родителям, но по дороге попал в крепость к злобному Диву. У него в плену я провел некоторое время. Со мной была и моя жена, прекрасная Зулайхо. Однако сейчас я не знаю, что с ней и где она. Теперь хочу отыскать ее и вместе с ней отправиться в родные края». «А что вы будете делать, когда найдете свою жену? Я буду самым счастливым человеком на земле, ведь я так люблю ее. Нет для меня ничего желанней, чтобы только снова быть с ней рядом». И тут Зулайхо сняла с себя корону, откинула покрывало и косы рассыпались у нее по плечам. Они бросились в объятия друг друга. Долгое время супруги не могли наговориться, а на следующий день индийский шах устроил большой праздник в честь возвращения Хусана. Затем юноша со своей супругой отправили гонцов во все края, в Бухару и на Аравийский полуостров с посланиями, где они описали все, что приключилось с ними за это время. Прочитав их письмо, арабский халиф немедленно отправил послов, чтобы сосватать дочь индийского шаха Радху за своего сына Абдул-Малика. Через несколько дней состоялась пышная свадьба, куда были приглашены гости из разных государств. После торжества правители стран собрались вместе и договорились о мире и взаимной торговле. Таким образом все получили то, что хотели, а нашим героям удалось навестить своих родителей и познакомить их с женами. Хасан и Хусан всегда были рядом со своими женами и друг с другом. Они смогли создать счастливые семьи, в которых появились прекрасные дети, и жили они долго и счастливо. Вот видите, ребята, какова сила дружбы и взаимовыручки двух братьев. Благодаря их стараниям, уму и сообразительности сблизились не только влюбленные сердца, но и целые страны, народы. На этом я и прощаюсь с вами, дорогие мои друзья. До новых встреч в увлекательном мире сказок! Аудиосказка была представлена Агентством информации и массовых коммуникаций совместно с Министерством дошкольного образования. Агентством